Тот, кто постился в месяц Рамадан, а затем постился шесть дней Шаваля, то он подобен тому, кто постился весь год, так как под словами «постоянно» в этом хадисе подразумевается «весь год». Пост в месяц Рамадан подобен десяти месяцам поста, а пост шести дней Шаваля подобен двум месяцам поста. Поэтому тот, кто постился эти дни, подобен тому, кто постился весь год. Исходя из этого, будет сказано, что из Сунны, чтобы человек постился шесть дней после поста Рамадан, Наиболее предпочтительно, чтобы человек поспешил осуществить и получить это великое достоинство. А это пост в месяце Шавваль. А если он не смог соблюдать пост в Шаввале, то нет проблем в том, чтобы он постился эти шесть дней в месяце Зуль-Ки'да или в месяце Зуль-Хиджа. Потому что если человек постился в месяц Рамадан, а затем постился еще шесть дней, то как будто бы он постился весь год. В хадисе Сауббана, да будет доволен им Всевышний Аллах, пришло, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, Аллах воздает за благое дело в 10-кратном размере. Поэтому один месяц равняется десяти месяцам. А шесть дней поста после праздника разговения – это будет полный год. Его слова в этом хадисе, а шесть дней поста после праздника разговения – это будет полный год, указывают на то, что является узаконенным поститься эти шесть дней даже не в месяце Шавваль. Поэтому если ты упустил месяц Шавваль, то ты можешь поститься эти дни в месяце Зуль-Ки'да, а также в Зуль-Хиджа и Мухаррами. Тот, кто будет поститься эти шесть дней в любой месяц года после Рамадана, он будет подобен тому, кто постился весь год. Однако сунна и более предпочтительно и полноценно, чтобы человек поспешил поститься эти шесть дней в месяце Шавваль. Но бывают случаи, когда у женщины были месячные или послеродовые кровотечения, а также у нее были долги поста Рамадана, которые она восполняла, и она не успела поститься эти шесть дней в Шавваль. Относительно этого мы скажем, что нет проблем для нее поститься эти дни в месяце Зуль-Ки'да. Также дозволено соблюдать пост шести дней в месяце Шавваль до того, как восполнишь долги Рамадана. В этом тоже нет проблем. Но более предпочтительно и полноценно, чтобы человек на первое место поставил обязательные посты, а уже потом желательные. Потому что восполнение обязательного поста является обязательным, в противоположность дополнительным видам поста.